Всем доброго дня, это Гелиос Сар и География России, Хозяйство и Географические районы, 9 класс, за авторством Алексеева, Низобцева, Ким, издательство Дрофа. Параграф 14. Сфера обслуживания, рекреационное хозяйство. Представить себе современную жизнь без школ, больниц, магазинов, предприятий питания в виде кафе и ресторанов, музеев, театров, различных клубов просто невозможно. Все эти виды предприятий входят в состав сферы обслуживания или сферы услуг. Каков состав сферы услуг и особенности размещения ее предприятий? Размещение предприятий сферы обслуживания совпадает с географией размещения населения. Однако уровень, качество, полнота набора предоставляемых услуг различаются не только по регионам, но и в пределах каждого из них, между сельской местностью и городом. Даже в пределах крупного города, между центральными и окраинными, спальными, промышленными и деловыми районами. На размещение предприятий сферы обслуживания влияет и различие чистоты спроса на разные виды услуг. Сравните ежедневную покупку молока и хлеба с покупкой холодильника или телевизора. Играет роль и объем спроса на услуги. В селе или поселке не может прибыльно работать стационарный театр. Его труппе пришлось бы каждый день ставить новую пьесу. А в Москве существует более сотни театров. Но на 12 миллионов постоянных жителей и несколько миллионов приезжих это не так уж и много. Тем не менее, какие-то предприятия сферы услуг есть почти везде, где живут люди. Пожалуй, единственная отрасль обслуживания, имеющая большие региональные различия, это рекреационное хозяйство. И рисунок 42. Сфера обслуживания, или так называемая социальная инфраструктура. Из чего она состоит? Она состоит из жилищно-коммунального хозяйства, куда входит эксплуатация жилья, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение. Что относится к эксплуатации жилья? Обслуживание домов, вывоз мусора, ремонт домов, уборка подъездов, замена лампочек в подъездах, стекол в окнах и так далее. Все это эксплуатация жилья. Потом здравоохранение, куда относятся поликлиники, больницы, медпункты, станции скорой помощи, аптеки. Бытовое обслуживание, куда относятся ателье, ремонтные мастерские, прачечные, химчистки. Общественное питание, куда входят столовые, кафе, рестораны. Розничная торговля, туда относятся магазины, рынки, киоски, которые торгуют с самыми разнообразными товарами. Учреждения культуры, куда относятся театры, музеи, библиотеки. Образование, сюда входят детские сады, школы и колледжи, высшие учебные заведения в виде институтов, университетов, академий. Рекреационное хозяйство, сюда относятся санатории, дома отдыха, турбазы, различные гостиницы, где можно отдохнуть. Плюс кредитно-финансовое обслуживание, куда относятся страховые компании и банки. Какие особенности отличают рекреационное хозяйство от других отраслей? Рекреационное хозяйство объединяет различные предприятия и учреждения, представляющие населению возможность отдохнуть и восстановить свои силы, здоровье, творческие способности. Степень развития этой отрасли зависит от запросов и постоянно меняющихся интересов населения. От наличия и возможностей рекреационных ресурсов, удобных пляжей, теплых морей, рек и озер, живописных горных ландшафтов, источников минеральных вод, памятников истории и культуры. Выделяют несколько видов туризма. Оздоровительный, куда входит лечение и отдых. Познавательный, это поездки по культурно-историческим местам, отдых в круизах. И спортивный, куда входит охота, рыбоводство, альпинизм. Для каждого из этих видов отдыха, естественно, требуется свой набор ресурсов. В наиболее ценных рекреационных районах сочетаются различные виды ресурсов. В России при ее уникальных потенциальных возможностях уже сформировалось несколько традиционных мест отдыха. Наибольшей популярностью пользуются Черноморское побережье с курортными зонами Крыма и Большого Сочи, Кавказские минеральные воды, экскурсии по Санкт-Петербургу и его окрестностям, Москва и Подмосковье, маршрут «Золотое кольцо России», круизы по крупнейшим рекам России. Один из самых известных и самых старых рекреационных районов России – Кавказские минеральные воды. Указом императора Александра I в 1803 году началось существование этого курортного района. Сейчас в состав района входят города Кисловодск, Пятигорск, Железноводск, Ессентуки. Основной курортный ресурс – минеральные воды, более 130 источников, 90 из которых используются для лечебных целей. Кроме того, курортными ресурсами являются и благоприятный климат, целебные грязи и, конечно, памятники истории и культуры, в том числе связанные с именем известного поэта Михаила Лермонтова. В последние годы в мире становятся популярными приключенческие, экологические и экстремальные туризмы, так называемые гастрономические туры. Экологический туризм учитывает стремление уставших от шума и суеты жителей городов быть поближе к природе, их желание познакомиться с традиционными культурами других народов. Это направление позволяет России по-новому оценить свои богатые и разнообразные ресурсы, сформировать новые рекреационные районы и маршруты в средней и северной полосе европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке. Выводы. Сфера обслуживания сопровождает человека всю его жизнь, начиная от родильного дома. Развивается сфера обслуживания очень быстро. В перспективе именно в ней будет расти занятость, увеличиваться число малых предприятий, в том числе семейных. Наша страна может получить большие доходы от развития рекреационного хозяйства, но с условием сохранения одного из ее богатств – самих рекреационных ресурсов природы. Ключевые слова и выражения. Сфера обслуживания, рекреационное хозяйство, рекреационные ресурсы, экологический туризм. Вопросы и задания. Подумайте, почему рекреационное хозяйство, во многом связанное с природными условиями, относит к третичному сектору? Дело все в том, что рекреационное хозяйство, проще говоря, туризм, не приносят никаких товаров, но они предоставляют услуги населению, при этом потребляют произведенные вторичным и первичным сектором товары. Так что это и есть третичный сектор. Третичный сектор – это, по сути дела, сектор услуг. Известно, что индустрия туризма является не только важным источником поступления средств, но и стимулом строительства, возрождения ремесел и кустарных промыслов. Оцените возможности влияния туризма на развитие своего края с этих позиций. Ну, собственно говоря, практически в каждом районе возможно развитие каких-то определенных рекреационных ресурсов, потому что на земле нету каких-то мест, где не было бы совсем абсолютно никаких красивых природных мест. Пусть хоть какой-то небольшой парк с какими-то памятниками, но такие места есть абсолютно везде. Другое дело, что, конечно, недалеко не везде подобные места будут привлекать большое количество туристов. Так что такой вопрос весьма своеобразный. Но все равно такие места есть абсолютно везде. И, ну, выберите уж какой-нибудь, там, где вы живете, какой-нибудь, не знаю, небольшой парк с памятниками, красивый и отремонтированный, наверняка есть. И можно выбрать какое-нибудь красивое здание историческое, тоже хорошо отремонтированное, которое тоже может привлекать туристов в ваш населенный пункт. Все это присутствует. Очень часто какие-нибудь старинные церкви, храмы тоже могут привлекать большое количество туристов. Составьте перечень предприятий сферы обслуживания, которые посещаете вы и члены вашей семьи ежедневно. Ежедневно. Ну, ежедневно, ну, я могу сказать про себя, что моя семья ежедневно, даже и не совсем ежедневно-то посещает магазин, потому что нужно покупать хлеб, молочные продукты и так далее. И, в принципе, все. Вы за себя, конечно же, должны будете отвечать, что вы посещаете, например, школу. Школа тоже предоставляет сферу услуг. Так что, пожалуйста, присутствует, возможно, и магазин тоже можете добавить. Потом, периодически, раз в неделю, в месяц. Но это обязательно магазины. Ну, возможно, поликлиника, возможно, банковские услуги. При этом магазины будут разнообразные, не только продуктовые. Сделайте вывод, с учетом экономического расстояния, затрат времени и стоимости проезда. Удобно ли они расположены от вашего дома? Ну, я живу в достаточно крупном городе, население более 150 тысяч. И у меня все эти магазины и все эти места услуг, они находятся, фактически, я могу пешком спокойно дойти до абсолютно всех этих мест, где предоставляются все эти виды услуг. Транспортом мне пользоваться необходимости нету. Тем более, что ходить я люблю. И для меня это, опять-таки, не составляет проблемы.